на самом деле это такой довольно сложный вопрос потому что для программы лояльности если мирное время да то самое мы существуем очень конкурентном на самом деле рынке когда мало того что все банки предлагают что-то с точки зрения лояльности но еще и сами ритейлеры сами скажем так производители контента производители услуг тоже предлагать свои программы лояльности и по факту пользователь постоянно окружен миллионами лояльности различных и выживать среди них и отстраиваться и показывать силу и давать что самое главное пользователь ценность это всегда сложная задачка в период кризиса ну наверное еще более сложные потому что мы сейчас должны транслировать не только выгодность не только историю про то что лояльность это хорошо для клиента но и историю про то что лояльность это еще и про заботу о клиенте это некая взаимная любовь между лояльностью как раз пользователя и лояльностью программы к нему и вот это наверное штука которая основное изменение несет за собой мы стали более ответственными более теплыми что ли более родными да вот для клиента и это стоит в том числе и коммуникации касается то есть они стали более человечными и у нас и у всех остальных брендов сейчас все вот про такое некая пуховая там одеялко которая укрывает пользователя и пытается ему донести что он не один что мы все переживем что все будет хорошо есть вопрос в том что мы же как маркетологи строим гипотезу о том что волнует потребителей да то есть кажется многим брендам и нам там отчасти иногда кажется что пользователю интересно про коронавирус говорить но когда мы у самих пользователей спрашиваем им на самом деле нет интересного им интересно как изменить свои привычки не пострадав как до сих пор смотреть любимые шоу как ходить на концерты как встречаться с друзьями как как вот это все и вот на эти темы намного лучше говорить с пользователями намного интереснее намного лучший ответ мы получаем намного лучший отклик на все коммуникации в которых нет статистики нет разговоров про то что все плохо там и так далее да как пользователь это может потреблять и из новостных ресурсов и в целом из рекламных ресурсов и из любых других мы как программа сейчас стараемся рассказать как не потерять качество жизни несмотря на то что ты запер там условно в четырех стенах да и как мы можем тебе помочь это качество жизни не потерять и это то что действительно беспокоит сейчас пользователей как не не потерять вот себя как вы потерять все то что у тебя есть на удивление для нас либо мало что изменилось либо изменилось в значительно лучшую сторону с точки зрения того что мы консолидированы с партнерами сейчас разделяем например социальную ответственность да они охотно идут на коммуникации которые связаны с поддержкой которые связаны с тем что дать пользователю какое-то лучшее и товарное предложение в том числе понимая да как сейчас экономическая ситуация выглядит как выглядит ситуация эмоционально и это очень большой интересный опыт того как компании в целом отреагировали консолидирован на изменение всей рыночной конъюнктуры и отреагировали постепенно постепенно становясь состоясь состоясь становясь ответственнее это очень интересный экспириенс это то что изменит мир после всей этой истории с коронавирусом мы все будем по-другому смотреть на своих клиентов мы возможно даже от слова клиент рано или поздно уйдем потому что оно такое все же очень много про бизнес сейчас мы чуть больше про эмоции я думаю все сейчас на рынке кто коммуницирует и с кем хочется продолжать коммуницировать они все очень много коммуницируют с точки зрения эмоциональной связки с клиентом это здорово ну для меня это здорово мне кажется это очень хорошая возможность сбербанк в целом и спасибо как часть сбербанка первой компании на рынке насколько мне известно перешла на полностью удаленный режим то есть у нас сейчас там порядка девяносто восемь процентов сотрудников работает удаленно за исключением тех кто там обеспечивает для меня просто геройски работоспособность инфраструктуры там посменно как-то ребята следят за серверами за техническими освещениями и так далее вот и все остальные на удаленке работают мы буквально там за пару дней собрались и переехали удивительно мы была небольшая компания и никаких нареканий не было и что самое главное мы вообще не потеряли эффективность то есть все наши цели кипя и так далее они выполнены выполнены успешно и поэтому это конечно очень испытание скажем так для эмоциональных связей у меня например в отделе в маркетинговых коммуникациях эмоциональные связи очень сильные для нас важны истории про личную коммуникацию истории про встречи истории про какие-то вне корпоративные мероприятия там и так далее но спасаемся как можем каждую пятницу встречаемся там в зуме вот есть какие-то вещи которые связаны просто с исключительно таким неким приятельским дружеским общением безусловно мы стараемся как-то поддержать командный дух и коммуникационно у нас есть телеграм-канальчик свой для компании где мы там и шутки и челленджи и какие-то истории про фотографии в общем все это постится со всем этим мы работаем на него очень хороший отклик там практически вся компания включая топ-менеджмент и тоже активно участвует во всем и вот поэтому мы остаемся такой большой дружной семьей спасибо и это очень ценно и важно я думаю что пройдя все это мы станем еще ближе еще сплоченнее и еще профессиональнее ну я смотрю наверное больше всего со своей колокольни с колокольной коммуникации поэтому я наконец-то мои теории которые я выстраивал там последние года три про то что сейчас ну на рынке постоянно об этом говорится что все за качественный контент за какие-то качественные штуки но сейчас я бы сказал что во главу угла эмоции стоит уже поставить и я всегда говорю про то что маркетинг это очень сильно про эмоции коммуникация это очень сильно про эмоции про позитивные эмоции и это важно вот основной урок который я для себя выношу это то что ты будь рядом с пользователем и он в благодарность ответит тебе качественным потреблением поэтому такая история и вторая ну я довольно много работал ранее с удаленными командами я просто понял что на самом деле мы если все процессы налажены грамотно если все правильно выстроено с точки зрения коммуницирования неважно где вы физически находитесь вы также остаетесь успешной командой которая готова к вызовам достижению цели и так далее и и и Субтитры подогнал «Симон»